Музыка Песня Хабаровск. Эти вопросы я задам моим гостям в студии телеканала Хабаровск, лидер группы «Мое дело» Анатолий Иванов и Алексей Кондратьев, поэт-песенник. Добрый вам день. Добрый день. Добрый день. Поздравляю с тем, что ваша песня вышла во всероссийский конкурс. Как вы себя ощущаете и как вообще, в принципе, туда попали? Долгая история. На самом деле, ощущение-то нормальное, потому что мы песню делали для хабаровчан, для людей, которые вместе с нами в этом замечательном городе живут, строят жизнь, семьи, работают, трудятся. И изначально задачи-то и не было никаких конкурсов. Просто получилось так, что песня состоялась. Вот как она состоялась, это другой вопрос. Как она состоялась? Ну, история очень интересная. Получается, был коронавирус, 2020 год, ни концертов, ни мероприятий. И нам с администрации города звонят, Марина Якимова, Центр по организации праздников, говорят, ребята, мы придумали такую историю, не могли бы песню у Хабаровска написать? Ну, и еще ряд команд тоже в этом поучаствуют. Я такой говорю, ну, блин, конечно, песня – это такая штука, но не знаю. С белым парусом сложно соревноваться. Ну, это раз, да. Второй момент, что… Времени было? А, неделя. И записать еще, то есть… Записать? Да, за неделю спеть, записать, создать и все такое. Ну, может, ну, две, наверное, да? Нет, нет, нет. Неделя там. Неделя, да. Я говорю, ну, конечно, то есть, ну, спрошу, но не буду, говорю, нет, не люблю никогда говорить, это неправильное слово. Звоню Алексею, я говорю, Леш, так и так, вот такой интересный момент. Он говорит, что ты, куда ты меня опять втягиваешь? Я говорю, ну, песня про Хабаровск нужна, как бы этот. Ну, мы часто вместе делаем песни, и поэтому, то есть, ну, Леша очень, ну, поэт и действительно очень талантливый парень. И он говорит, хорошо, через буквально там полтора часа мне прилетает смс о том, что, ну, почитай текст песни. Я думаю, что… Полчаса? Полтора часа. Полтора часа? Я не открываю ничего. Почему? Ну, некогда, то есть, дела какие-то, суета. Я говорю, ну, все, вечером встречаемся на репетиционной базе. Встречаемся, в это время как раз из-за коронавируса вернулись, Алексей из Москвы вернулся, приехал Артур Евсипян, это бывший, наш бывший гитарист, их ДТ-группы. И он, ну, он как бы поехал в Москву, ну… Из Качастия. Да, из Качастия. А так получилось, что коронавирус, и все приехали, к счастью, сюда, в Хабаровск. К нашему счастью, к счастью этой песни. И, получается, мы сели, открываем Лешину текст, песни, начинаем смотреть, я думаю, ну, тут вообще добавить, в принципе, нечего. И вообще, Леша сейчас в последнее время лучше не мешать в этих моментах. Артур садится, начинает эту всю историю смотреть, мы стилистику выбираем. Ну, и буквально, там, может, в два часа ребята начинают наигрывать мотив, момент, я такой, блин, вообще… А, то есть, вы ищете музыку под стихи, получается? Тут без разницы, на самом деле, вообще, если брать практику, но в этой ситуации сложилось именно так. Оно по-разному бывает? Оно бывает, что есть музыка, потом пишется текст, но в этой ситуации появился сначала текст, и потом, исходя из него, уже как Артур у себя в голове это увидел, появилась музыка. А когда сочинял эти стихи, какой-то ритм был, может быть, диктовал потом уже музыкантам? Нет, мы эти все моменты, конечно, обсуждаем, высказываем свои собственные идеи, и уже приходим к общему знаменателю, который устраивает всех, кто участвует в процессе, и уже тогда останавливаемся на каком-то моменте, да, на какой-то мелодию выбираем, и пошли в этом направлении работать. Всегда все можно поменять, но, опять же, в этой песне именно так получилось, что оно, что с текстом, что с музыкой, оно просто лилось, и тут поправлять ничего не нужно было. А что вдохновило, ну, в связи с тем, что как бы изначально получилось, что песня рождалась в том числе благодаря тебе, стихи были началом. Скажи, пожалуйста, вот если для деда Матвея его песни, да, это было вот «Белые дома», его вдохновило там про «Белый парус», а у тебя какие были вот вдохновляющие моменты? Ну, я здесь вырос, я люблю этот город, люблю людей, которые в нем живут, я всегда говорил, что когда, особенно в году юности, там, студенчество, приезжая с запада, там, с соревнований, с игр КВН, ты видишь людей, которые здесь живут, и люди здесь светлые, соответственно, мне даже особо придумывать ничего не нужно было, я постарался просто отразить это все в песне, показать, что наш город такой, какой он есть, и он нравится людям. Вот сейчас уже конкурс в самом разгаре, да, вы еще раз напомните, как вы попали на него, чтобы... Да, я думаю, там есть сейчас песни, там много еще участников в этом процессе. А, сможет, что мой, да, там же, ну, это вдруг «Мое дело», «Люкей Кондратьев», «Виктор Кивилла», «Димьян», «Димьян», я сейчас, ну, это там целая песня создавалась многими, так сказать, людьми, кто поддерживал эту историю. Дальше, после того, как мы написали, на следующий день нужно идти в студию записывать. Все как-то очень быстро. Да, она же не в пиете, это же тоже, ну, целый процесс, потому что песню, ну, ее никогда не преисполнял, ты не знаешь, как ее там правильно, моменты, ну, все вещи нужно подобрать. Это сложный процесс. Мы начинаем это все записывать, я в студии у Александра Желякова, спасибо вам большое тоже. Мы начали работать, мы понимаем, блин, силы не хватает. За неделю, то есть нам, ну, даже вокально, ну, в смысле, просто подготовиться стоило бы, ну, как-то песни. Нет, так, чтобы, наверное, не то, чтобы подготовиться, а так, чтобы прямо сказать, да, устраивать. Всегда хочется больше вариативности, то есть вот здесь посмаковать, послушать, а этого времени нет, к сожалению. Да, сейчас происходит момент следующий. То есть мы записали первую рыбу, я понимаю, короче, что-то, наверное, пора отказываться от этого участия, потому что, ну, не хочется делать, выпустить что-то плохое, потому что, ну, это же не путается. Это конец второго дня, видимо, да? Ну так, да, репертуационные риски идут, все равно у нас, как бы, ну, мы не можем выпускать, ну, что попало, то есть потому что, ну, ну, как-то это, ну, неправильно. Даже продукт был хороший, то есть если делать, так делать. Я скидываю Ивану Демьяну, группу лидеров СМБ, говорю, Иван, так он такое наставничество занимается, 7 лет мы с ним дружим, и скидываю, я говорю, что-то какое-то, ну, вообще не мое. Он говорит, слушай, ты что, типа, песня Хабаровская, да я даже позаностальгировал, то есть такая песня, там, ну, все, люди, а для людей, ты что, типа, я думаю, ну, как бы, я говорю, ну, проговариваю все моменты, но у меня все равно есть моя точка зрения, я говорю, ну, спасибо за мнение, спокойной ночи. На следующий день просыпаюсь, звоню Марине, говорю, Марин, мы, короче, не будем. Кажется, я об этом не знал. Ничего не знаю. Боже, что не знаю. Да, ну, потому что, объективно, я знаю, что, Леш, ну, убедил бы тебя тогда, что мы не можем, не успеть хотя бы, ну, тут нормально, чтобы красиво получилось. Тут Иван Демьян звонит, так, быстро в студию. Я говорю, зачем? Он с Жильяковым работал, он у него звукорежиссером был, заезжаем к Саше, Саша просыпается, что случилось? Я говорю, на, разговаривай. Он говорит, так, быстро делайте песню, там, гитары добавьте то-то, ему там, ну, моменты какие-то, ну, технические. Все, Саша начинает, оно все равно звукорежиссера зависит много, он начинает вникать, он понимает, что авторитетные люди стоят за этим уже. Мы записываем, Алексей пришел, записал свою партию, я свою, припев, припев у нас, блин, ну, нет вот этого. Мы хотели, захотели добавить туда силы, то есть, то, что есть в нас именно для припева, мы посчитали этого недостаточным. И просто, опять же, Хабаровск очень творческий город, и есть прекрасные друзья, великолепные исполнители. И мы набираем Виктора Кириллова. Да, Виктор Кириллова. Группа Барри Мейсон, ну, все, Витя, Витя всегда очень положительно к творческим вещам относится. К экспериментам даже. Все, и Виктор уже своим шикарным вокалом усиляет припевную часть. Ну, и все, дело пошло, то есть, часов 12-16 мы, занимаясь вокалом, я лично, у кого Саша находился, чтобы не отвлекался ни на YouTube, ни на что, чтобы отдыха не было времени. Я Марине перезвонил, говорю, ну, мы вроде бы, как бы, возвращаемся в эту всю историю, сниматься нам некуда. И, получается, вот, ну, тем самым, таким вот путем она создается, попадает... Это уже третий день, получается, заканчивается? Ну, наверное, уже пятый. Уже пятый. Это, что, ну, там, процессы Витя там писался, создавался. Еще и шестой, седьмой. Да. Практически как божественный создание. Видеоклип начинается, да. А, это уже надо срочно снять видеоклип. Да, тут работа, вот то, что вы видите на экране, это Владимир Пожидаев со своими там помощниками. Это все буквально его видение, опять же, вот он нас увидел, и вот эта картинка в голове, нарисованная и отраженная в клипе, пожалуйста, то есть максимально... И погода удачная. 28 мая, если мне память не изменяет, день пограничника. Дело в чем, что... Почему, допустим, я вот так одет? Я утром отработал на радио, а утром было очень холодно. И когда я пришел на съемки, соответственно, холодного уже совсем не было. И вообще работа была максимально очень компактно, очень оперативно проделана. И, честно, у меня были сначала сомнения, как Владимир сделает. И когда я увидел результат, я был просто поражен, насколько шикарно. В этих условиях, невероятных, вот в плотном графике, как он все сделал, это прям дорогого стоит. И это заканчивался уже седьмой день, когда вы должны были отдать песню. Вы ее отдали. Ну, она должна же была выйти ко дню города. Это как раз один город, а вот он на кону. То есть она вышла, и все, как будто бы про нее дарил. Нет, это на самом деле фидбэк у песни был сразу. То есть нам на WhatsApp прилетают эти, ну, как знаете, поздравления дня города. Ой, мы вас увидели, и она пошла органика. Ну, то есть я считаю, что у нас песен хороших много, там, все такое. Но у нее какое-то будущее такое, она полетела, она... Ну, то есть это связано с городом, она очень широкая аудитория. Разлетелась она по стране. По стране, да. Люди улетела в другие страны. Люди, которые из Германии, из Казахстана, которые жили в Хабаровске, и там уехали в раннем возрасте, в юности, в молодости. И такая для них ностальгия, они благодарят, это и в комментариях, там, в социальных сетях различных было, а это и кто там личные телефоны знал, контакты. Это очень приятно. Это был первый год. Соответственно, песня-то уже живет два года, и получается, это произошло и на следующий год, и вот на этот день города тоже. Вот, поэтому очень приятно. Ну, сердца людей, она попала. Она попала. Задача именно была сделать песню, которая бы трогала сердца людей, душу, вот где-то западала туда и там и оставалась. И, наверное, не было никакой задачи, там, какой-то конкурс, нет ничего. Просто хотелось сделать действительно хорошую песню о своем любимом городе, потому что мы его сами любим. Ну, как она попала на конкурс? Ну, так, получается, Марина Якимова, с администрации города, говорит, что, ребят, мы из всех песен, то есть, мы решили, ну, выставиться на конкурс. Вы не против вашу песню? Я говорю, ну, что мы были против вообще? Ну, если что-то органично идет, здорово, ну, прекрасно. Ну, и все, сделали там какие-то, ну, документальные истории, подписали. Ну, и все, и как бы спасибо администрации. Нет, администрации спасибо, а дальше... Культуре именно. Да, нет, на самом деле, что поддержка администрации максимальная, это очень здорово, да и вообще поддержка хабаровчан шикарная, потому что, честно говоря, я не знал, как будут реагировать, вот, ну, для меня такая конкурсная основа именно вот в качестве песен, там, посмотрел других исполнителей, думаю, как вот люди будут, какое-то голосование такое замудренное, но надо отдать должное хабаровчане, и не только хабаровчане в нашем городе, да, в хабаровске любимом, хабаровчане по всей стране начали реагировать очень здорово. То есть у нас больше, чем 600 тысяч, которые официально здесь проживают. Вот, ну, да, 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 очень-очень приятно, и тем самым, наверное, лишний раз подчеркиваю, что мы это сделали не зря. Каковы успехи сейчас на конкурсе? Все равно вы уже знаете какие-то результаты. Смотрел я сегодня, специально перед эфиром, мы на пятом месте, там впереди Ростов, планеты всей, вот, но это, скажем так, это только отборочный этап. Дальше, вот, заканчивается 30 июня, и дальше песня двигается в следующий этап. И там этих этапов еще... Поэтому пароли стоит не забывать от этого голосования, да? Абсолютно верно. То есть еще предстоит большая работа. Сервис, на котором этот конкурс проходит, устроен таким образом, чтобы максимально исключить возможность накрутки. Там нет жюри, то есть исключительно только народное голосование. Поэтому голосовать можно, ну, допустим, один человек может проголосовать с одного, условно... Устройства. Зашел ты там в Google, пожалуйста, бам, ты через него, через Яндекс, то есть ты через каждый... Браузер можешь голосовать. Да, можешь спокойно проголосовать, один голос отдать. Сколько браузеров знаешь, сколько у тебя освоено, столько можешь отдать голосов. Пожалуйста. И так каждый день? Там уже каждые три минуты. Хорошо, а вот там онлайн-концерт, да, концертный зал? Concerthole.site. А скажите, пожалуйста, насколько сложно... Ну, я проходила, но вот как вы проходили, насколько сложно голосование? На самом деле голосование очень замороченное. Получается, нужно зайти на ссылку, выбрать город Хабаровск, выбрать песню, потом посмотреть весь клип полностью, от начала до конца. Ну, неплохой клип. Ну да, кстати, да. Можно его смотреть каждые три минуты. Это очень нам нужно, потому что, чтобы победить, нужно больше просмотров. Да и было бы здорово, что песня про Хабаровск звучала бы вот так вот. Да, проголосовать за нее, поставить, нравится, на слепую почту ввести. Ну, то есть люди некоторые просто не могут перейти, где-то тыкнуть, а здесь целая процедура. Но будем надеяться, что... Ну, это не чтобы минимизировать вот эти вот попадания там всяких ботов и прочее. Для того, чтобы... ну, это техническая часть. Для того, чтобы песня перешла на следующий тур, вы какое место должны занять? Я думаю, что, ну, там 5-7, наверное, то есть пока идет такое... до 10, наверное, до 10. Ну, пока вы как раз в фаворе. Ну, уходим, да, но тут дальше будет сложнее. Дальше будет сложнее в том отношении, что там отбор будет уже более жесткий, да. И там будет активность побольше нужна. Ну, те люди, которые, может, сегодня посмотрят эфиры, будем очень ждать в соцсетях. И если понравится, будем держать их в курсе. Мы обязательно у себя в социальных сетях объявимы о том, что вот продану новый этап. Пожалуйста, друзья, нужна ваша поддержка. Конечно же, мы об этом скажем. В любом случае, куда же мы без хабаровчан? Мы делали песню для хабаровчан, для своего города. Теперь без хабаровчан сделать для песни что-то. А тут, получается, да, надо, получается, помочь. Ну, есть шанс такой. Ну, значит, надо помочь, значит, надо проголосовать на сайте хабаровс... Холл... Не-не, концерtholk.site. Ну, я думаю, что это вот уже после... После окончания, ну, 30-го числа уже точно, конкретно мы будем узнать условия нового конкурса и полный вперед. Ну, пароли и явки явно сохранятся. На том же сайте будет и голосование. У нас в гостях были лидер группы «Мое дело» Анатолий Иванов и Алексей Кондратьев, поэт-песенник. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я надеюсь, что вы хотели прощаюсь с вами. До новых встреч и голосуйте за песню «Хабаровск» группы «Мое дело». «Хабаровск» группы «Мое дело» Анатолий Иванов и Алексей Кондратьев. «Хабаровск» группы «Мое дело» Анатолий Иванов и Алексей Кондратьев.